Беловежская пуща Беловежская пуща – последний реликтовый лес Европы. Она стала идеальным домом для многих видов животных и птиц. Глобально угрожаемые виды чувствуют себя здесь спокойно и безопасно. Непроходимые леса и девственные чащи защищают их от пресса техногенной цивилизации. Островок первозданной природы, которая практически не изменилась в последние 10 тысяч лет. Однако, несмотря на дикость первобытного леса, люди в Беловежской пуща также чувствуют себя более чем комфортно. Национальный парк разделен на несколько зон. Если в зоне абсолютной заповедности могут находиться лишь научные сотрудники парка, то на рекреационных территориях сделано все, чтобы создать идеальный ареал обитания и для человека. Здесь проводятся масленичные недели, ночи музеев, интерактивные вечера в усадьбе графа Тышкевича и одно из любимейших мероприятий – международный фестиваль охотничьей роговой музыки. Сигнальные мелодии охотничьего рога использовали во время охоты с незапамятных времен. Первое письменное свидетельство о подобной музыке в Беловежской пуще относится еще к XVI веку. Охотничьей традиции – это целый пласт национальной культуры, который после революции был размыт яростным потоком перемен. А теперь вновь по крупице собирается подвижниками своего дела. Возможно, в последний раз звуки охотничьего рога разносились над Беложской пуще еще во времена Николая II. Прошло больше столетия вынужденного молчания. И вот тишина заповедного леса вновь пронизывается чистыми и высокими звуками. Это гости из Польши и Беларуси, выдувая древние сигнальные мелодии. Охотничья культура – это не только сигналы. Это еще и охотничьи песни, по которым у нас уже пять лет проходят конкурсы. Это охотничье оружие, это костюмы. Костюмы, строи имели свою собственную цветовую гамму в зависимости от местности. По лесу, например, охотники использовали бурый и зеленоватый цвета. Это также посвящение в охотники, когда человека молодого приняли, зажгли костер, собрали семью, около четырех-пяти человек. Они прямо с ружьями становятся на одно колено и приносят присягу охотника. Участники фестиваля погружаются в общую охотничью атмосферу. Конкурс приготовления шурпы, варевая свежей дичи или смотр собак. Легавы, лайки, спаниели во время охоты рискуют гораздо больше, чем человек. Поэтому здесь им достается особый почет. В традиционной охоте особая дань уважения отдавалась и диким зверям. После охоты добытым животным устраивали практически ритуальное прощание. Специальные роговые мелодии, которые звучали для каждого животного и птицы, в виде нот дошли до нашего времени. Благодаря архивам также сохранились скупые примеры песенных реквиемов. Песня прощания для выкладки волка Я не берег своей головы, я не застал тебя среди сна Хватит неба и хватит травы Сегодня тебя, завтра меня Летом посетители привлекают открытые мероприятия на Царской Поляне или в старинных усадьбах. А ближе к зиме главным центром притяжения Белорусской Пущи становится резиденция Деда Мороза. В 2003 году в заповедном лесу обитают не только редкие звери и птицы, но и целый ряд сказочных существ. За это время гостями волшебного лукоморья стало более полутора миллионов. Примечательно, что 70% из них взрослые, а иногда и очень взрослые люди. Очень интересные японские туристы. Как-то у меня была группа летом. Человек 25, средний возраст 78 лет. Я с ними общаюсь, они кто в позе лотоса, кто в позе ласточки, разминают какие-то части тела и слушают внимательно Деда Мороза, изредка посматривают. Такое у нас общение интересное бывает. В гостях у Деда Мороза все посетители чувствуют себя мальчиками и девочками, даже если им давно перевалило за 40. А пущанский Дед Мороз и вовсе твердо уверен, никаких взрослых не существует. В каждом человеке всегда живет ребенок, его просто нужно выманить наружу сказочной атмосферой или специальным волшебным словом. Кроме Деда Мороза и Снегурочки, в резиденции можно встретить еще немало сказочных обитателей. В игры, вождение хороводов и навязчиво вплетаются элементы национальной культуры. Например, матушка-зима каждого желающего может научить делать аутентичные куклы-матанки. Все происходит без ножниц и без иголок. Ткань разрывается, а все детали просто связываются или наматываются друг на друга. Это один из самых архаичных способов производства игрушек. Причем в древности ими пользовались не только дети, но и взрослые. Это кукла-перевертыш. Их не очень много среди куколок наших, но они очень интересны и очень нравятся и большим, и маленьким мальчикам, и девочкам. Вот так она девка, у нее длинная коса, она молодая, еще не обремененная хозяйством. А вот так уже баба, хозяйка семьи, хозяйка в семье, кормилица. Вот такая красивая куколка. Всего в Беловежской пуще умеют мастерить чуть ли не дюжину разных видов кукол. Это и неразлучники, которые нераздельно держат друг друга за руки, и благополучница, у которой наоборот ручки завязаны узелком, чтобы она была бережливой. И куватки, прообразы современных погремушек, которые вешают над детской колыбелью. Граница между мирами, сказочным и реальным, Беложской пуще легко пересекается. Достаточно только прокричать. Но самое удивительное то, что и в десятках километров от резиденции Деда Мороза прозрачность границы продолжает действовать. Беложская пуще – место, свободное от визового режима. Граница с Евросоюзом проходит ровно через заповедный лес, и с июня 2015 года иностранцы могут свободно пересекать ее. По всему заповеднику гости могут двигаться абсолютно беспрепятственно. Для европейцев это особенно актуально, ведь на Западе настоящие леса сохранились лишь в виде небольших фрагментов, а в Беложской пуще, словно во времена Средневековья, до сих пор бегают целые стада благородных оленей, косуль и даже зубров. Часто их можно встретить, просто прогуливаясь вдоль дороги. А чтобы гарантированно увидеть всех обитателей заповедного леса, нужно совершить экскурсию к вольерам. В них восстановлены целые ареалы обитания для животных, с водоемами, топями, пригорками и выворотнями. У диких кабанов растут старые дубы с вкусными желудями. У зубров можно увидеть двухсотлетние пни, которые так удобно чесатся своей толстой, продубленной шкурой. Лесные исполины страдают от мошкары, поэтому для них также абсолютно необходимый песок. Они катаются по нему и часто выгребают спинами целые ямы, которые так и называют зубриными купальнями. И взрослые и дети замирают, когда мощный лесной великан подходит к ним на расстояние вытянутой руки. Несмотря на, в общем-то, миролюбивый характер зубров, зрители отделяют от животных металлические перила, ведь при желании 600-килограммовый зверь может проломить забор. Первый зверинец в Беловежском лесу был создан еще в 1841 году. На сегодняшний день в Национальном парке демонстрируется более 70 животных. Протяженность вольеров составляет полтора километра при площади в 20 гектаров. Дикие кабаны в природе представляют опасность для человека, и в контакт с ними лучше не вступать. В вольере же можно увидеть целое стадо вепри с маленькими поросятами и даже покормить их капустой или морковью. Благородные олени живут своей обычной жизнью, не обращая никакого внимания на посетителей. Но кого им не удается игнорировать, это мелкую мошкару. Прячась от гнуса, олени часто заходят в воду и принимают в ванну прямо на глазах у удивленной детворы. В общем, в вольерах можно наблюдать за животными практически в естественных условиях. Птиц в пуще потрясающее изобилие. На одном дереве можно заметить сразу несколько краснокнижников. А вот совинных, ведущих ночной образ жизни, увидеть в естественных условиях весьма затруднительно. Поэтому филин ушастый в вольере для многих посетителей единственный шанс познакомиться с настоящей живой совой. Экологическая инфраструктура Беловежской пущи с каждым годом совершенствуется. Оборудованные места для рыбалки, установки палаток, смотровые вышки и тщательно маркированные велотрассы. А потому каждый посетитель может найти здесь занятие себе по душе. Беловежская пуща, созданная для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно и защищенно, является гостеприимной средой и для представителей вида хомо сапиенс. Без границ, без выходных, без перерывов Беловежская пуща встречает посетителей, становясь ареалом и для людей. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»